Всем приветик, выехала погулять, вышла покормить котов, алмонечи между прочим И вы знаете, выхожу просто, вот я не знаю, люди все так смотрят, как будто людей никогда не увидели вообще Ну на меня так все пялятся, капец, я в шоке, я даже ничего не делала, там не снимала и так далее В общем, здесь есть сейчас кот, наверное, меня еще испугается, конечно Иди сюда, кс-кс, рыжик, иди сюда Сейчас мы его положим, я еще фольгу взяла, иди сюда Давай-давай, не бойся Не бойся Вот видите, он какими кусками, у меня кот не стал такой есть Иди сюда Сейчас он по-любому подойдет Боится А, понятно Тут рабочий говорит, что приходит в корт Ну а как же, надо же подкармливать животных Чтобы им голодно не было Мышей надо ловить, а скоро холод будет В общем, пойду выкину Он ест Ест, сидит Долго-долго боялся подойти Ну вот, с удовольствием Ну представляете, так бывает, взяла просто на пробу И наш кот вообще-то не воспринял Так что, если у вас кот, ну тоже любит, знаете, такие кусочки курицы Ну вот я им сырое мясо даю, допустим А те кусочки курицы натуральные, то тут вообще непонятно, если честно Вроде Almond Nature, но запах даже такой, как у вискоса А, кстати, работник такой говорит Я сейчас сам начну мявкать, чтобы меня покормили Он говорит, то пришла одна женщина, то бабушка Теперь вы, что это уже буду милубить, пусть меня покормят Я говорю, ааа, грудите вы поешьте Шахматный клуб, что ж ты пуст Никого нету, решил за их остановиться Давайте я вам его немножко покажу Вот, смотрите, мавел Здесь все прям вешалки Прям везде, вот, ну не везде, а во многих местах лежат такие вот сидушки Сейчас покажу Вот, скатерть, ну клеенка А здесь вот шахматная доска Ну, загаженная, да нельзя Вот еще одна Блин, да что все так смотрят? Я не знаю, вот я заехала сюда просто, опять же, без камеры Проходит мамочка И она так сюда смотрит Боже мой Что-то такое прям супер-пуперское, необычное произошло Но у меня такое ощущение, что вот Людям, которые вот днем свободны, им просто очень скучно Если они права, поправьте, но у меня такой вот вывод сделался Очень жуткий стул О, класс, боже мой Такой листик Давайте вот так положим Будет вообще жутко И стол Еще более жуткий, на самом деле С клеенкой Какая-то дверь Вот здесь вот закрыта Че-то падает Да Вдруг открыт Фу Как-то так щелкнул стремно Вы пришли играть, да? А как он пойдет? Да нет, нормально Нормально Че Вы просто пришли посидеть или поиграть? Че молчит, не разговаривает Сам начал, теперь молчит Ну ладно, там еще тут идет Че-то никого нет Че-то никого нет Как-то я Оказывается, дедушка просто глухой Я подошла, он услышал Ну даже когда подошла, не услышал Он говорит, говорит, на велосипеде Хорошо, улыбается Точно просто не слышал у меня Смотрите, вот здесь вот Какие-то как голуби едят Ну, единственное, что я смотрю Здесь пшено-то уже нету, да? Нечего уже поесть Так, а вы тут? Интересно, я специально пшено-сыпать или как? Есть ли какие-то службы, которые следят за этим? Сказать, что это чудесно, ничего не сказать Какие осенние листы Здесь вот уже нет желудей Класс Очень красиво Такая вот осенняя дорожка Скоро она будет вся засыпана Сухими листьями Снимаю вам немного осенней дорожки Хотя нет, мы сейчас все ветра будем с вами ловить К сожалению, сегодня тоже микрофон не взяла Думала, что в этом рюкзаке есть Но по факту оказалось, что это не так Какой опасный малыш Сейчас дернется сюда И поэтому надо очень медленно ехать Красивый осенний парк Здесь пруд Какая красивая вода Здесь уже ковром лежат листья Дубовые Лягушек слышу А, это утки Похожи на лягушек Красота Смотрите, как много желудей Тут их просто дофига Зелененький Какой ветер В общем, вот такая небольшая вода Я считаю, что она удалась Она была часовая Сейчас надо ехать домой Кормить обедом Зиму, которая дернется Там вот такой пруд Теплывет Да, водоросли здесь прилично Нравится мне здесь ива Благучая Велик-мутон Благучая, такая прям красивая Вода такая прозрачная Вон видно даже рыбок Не знаю, видно ли вам будет Все ветки И рыбки там плавают Мне кажется, отсюда не видно Кстати, я решила взять вот такую вот книгу Оксана Робски Про любовь Вон Даже чуть раньше Дима вернулась Сейчас, короче, возвращаюсь А у нас возле дома стоит скорая помощь Ну, машина скорой помощи Нет работники Ну, вот Сходили только в подъезд Не в наш Соседний И, знаете, возле моего подъезда Сидел мужчина Курил Такой грустный-грустный Такое ощущение было, что у него что-то случилось Не очень такой запах специфический был Ну, наверное, одеколон, конечно Но воображение побудоражило мне То есть у меня такие запахи А сырость с чем-то вроде смерти Ладно, так скажу Че уж там Я такая еду в лифте И вот этот вот Элифт был пропитан насквозь этим запахом У меня, знаете, тоже воображение так разыгралось Я думаю Сейчас Ух, че-нибудь такое Воплотится Какая-нибудь душа в лифте И че делать тогда Знаете, страшные истории про лифт Не знаю, правда это или нет Но что ты едешь на лифте Это тоже в голове как-то откладывается Думаешь, а вот что вдруг Очень боюсь, когда свет выключают И я один раз только была одна Когда вот застряла в лифте Выключила свет Но об этом сейчас расскажу В общем, по поводу страшных историй в лифте И хорошо, кстати, что это было в маленьком Хотя вот страшная история Именно про маленький лифт В общем, гаснет свет Потом загорается И девушка, которая ехала в лифте Вдруг видит какую-то Остарушку Потом опять выключается свет Представляете, ужас Вы увидели какую-то старушку Вдруг свет гаснет Ну, она начинает орать Свет включается И уже никого не было Ну, такой вот жуткий тоже момент А как я застряла в лифте Ой, капец Еду, короче, я на лифте Такая Ни разу не застревала Хотя у нас лифты, к сожалению, этим грешат О, Димка пришел со школы Ура Сейчас я это расскажу Тогда Ах, кто сейчас пришел со школы И я, короче, застреваю в этом лифте Вот И свет гаснет Ну, что характерно Я даже сама себе удивилась Я, ну, не почувствовала никакую панику Я быстро сообразила Как-то, вот не знаю Что-то у меня в голове щелкнуло И подсказала мне Просто нажать на первый этаж Я это сделала И лифт Включил свет И лифт двинулся Представляете Вот, красавец вернулся из школы Да, вот он Да, вот он Я тут сидела Да Вот, кстати, Димину постельное белье Смотрите Ой Дима так прикрывает Но пледом не накрыл Я приучаю, чтобы все-таки Убирать за собой постельку на дом Здесь котик Котик встретил Диму Ну, что, Димка, как в школе дела? Не устал? Да, нормально Нормально? Вот, кстати, то, что мы брали Вот этот плед Да, не покрывал, точнее Брали на кровать Прислали на размер больше Вот Но я не стала менять Мы решили просто вот Положить Его постелить, точнее На диван Но минус в том, что Его постоянно надо поправлять Ну и плюс он Тут такой материал цепки Это типа искусственный шелк Ёш Который мне Наш папа на 8 марта подарил Вот, видите С днем рождения Я не помню, показывала Вам нет Мы вешали на день рождения Кстати, друг Димы подарил Нечто странное Ну, это свистулька, да? Так она называется Из глины Смотрите, класс Вообще прикольно Вот А также Диму порадовали денюжками На завтрак делала яичницу себе С картошечкой Которая еще осталась с ужина Вчера на ужин Свинину запекала В духовке Ой, с картошкой Так вкусно И вот сделала Следующая картошечка С яичинкой Ну, два яйца Картошки И я, знаете Я мало ем В последнее время Поэтому половину съела Половину вот оставила Посмотрите Здесь Дима сейчас будет заниматься Давайте Не-не-не Не снимайте Да ладно тебе Не стесняйся Ну я это Нормально Молодец Ну я просто Хочу быстренько Сейчас сюда Ладно, ладно Давай Хочу А не там стараться Не, я не говорю стараться Конечно Дима вот Он же репетирует Готовится Это ему только за адрес Я даже ошибки не допускаю Это еще выше Дима Талант Мальчишка Пока Дима Репетирует Готовится Я буду разогревать Супчик Приготовила Рыбный суп Здесь Оливки Рыба Сайра По-моему Да Сайра Консервированная Рису Картошка Ну стандартная Для супа Да В общем Очень вкусный Дима Он похвалил Знаете У супа Именно еще Такой Оливковый Вкус У бульона Потрясающе Просто В общем Класс Сейчас поставим Разогревать Супчик В принципе Мы обычно Разогреваем Микроволновки Так что Собственно Так и буду делать Это не именно Порция Пока разогревать Суп Давайте Заглянем В холодильник Покажу Что у нас тут Есть Сыр Вот такой Я мелька Много Сыр Вот такой Домашний Кокосовый Урбеж Здесь стоит До сих пор Слушайте Еще вот этот Сыр Виола Я этих сыров Тогда Понакупала По акции И буквально Только-только Закончился Вот этот Вот сыр С лисичками С лисичками Наверху Наверху Тоже Подвяжем Было Фасор С грибами Вот он Вкусный Очень Вы знаете Ну там у нас тоже Вот прям Много чего Прям вообще Накупили Да и не кстати Остался Еще кусок Арбуз Брали Съели Здесь Смотрите Главпродукт Аджика Кавказская Вот Ну все Ладно Мелька Показываю Если хотите Полноценный Обзор Пишите об этом И я Как-то вам Сниму У нас тут Три яйца Осталось К слову Говоря Да Я как-нибудь Сниму Вот Ну потому что Это надолго Да Если там Копаться Полностью Здесь вот Лук зеленый Я кстати Даю упаковки А да Здесь же еще Чудо молоко Может кто заметил Клубничное Клубничный Коктейль Готово Готов Вкусный Супчик Теперь моя Тарелка Идет Минус Конечно Знаете В том Что разогреваешь Микроволновки Приходится Одному Разогреть Потом Второму И это Как бы Не получится Одновременно Прям сесть Есть Как тебе Димон Супчик Вкусный Да Очень понравился Да Вот И Собственно говоря Дима Приятного тебе аппетита И вам Приятного аппетита Если едите Ням Ням Спасибо за субтитры